Приветствую! В этом видео мы разберемся с ответственностью, которая предусмотрена за несвоевременное возвращение из заграницы человека, который выехал как сопровождающее лицо. То есть мы здесь говорим о ситуации, что мужчина призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, выехал во время военного положения из Украины и выехал как сопровождающий инвалида, либо человека, которому нужен постоянный уход. И после этого вот этот инвалид, либо человек, которому нужен уход, сразу же, либо через неделю, неважно, возвращается в Украину, а мужчина остается там. И вот вопрос, какая ответственность и для одного, и для другого. Как мы знаем, 27 сентября 22 года вышла постанова Кабмина 10.44. В этой постанове предусмотрена обязанность сопровождающего вернуться не позже, чем человек, которого он сопровождал. То есть надо возвращаться либо раньше, либо вместе, но не позже. А что будет, если позже? Конечно же, в первую очередь мы поговорим о инвалиде, либо о том, кому нужен уход. Когда он возвращается в Украину, какие могут быть к нему претензии? Могут ли его не пустить в Украину? Нет, не могут. И к нему никаких претензий нет. У него нет, согласно этим правилам, никакой обязанности. Он въезжает спокойно, никаких вопросов, никаких штрафов, никакой ответственности к нему быть вообще не может. Это уже проверено на практике, поэтому здесь, скажем так, можно ехать. Что касается самого сопровождающего. Что самое интересное, у этого сопровождающего есть, безусловно, обязанность вернуться не позже, чем инвалид. Но на сегодняшний день никакой ответственности за нарушение этой обязанности не предусмотрено. Мы с партнерами садились и смотрели Кодекс Украины о административных правонарушениях. И думали, под какую статью можно такое подогнать? По какой статье штраф можно выписать? Мы так и не нашли ни одной статьи. Потому что ее просто нет. Потому что эта обязанность появилась неделю назад. А изменения в КУПАП никто не вносил. Естественно, никакой речи о уголовной ответственности быть не может. Почему? Да потому что человек, который выехал с инвалидом, он явно не подлежит мобилизации. А если он не подлежит мобилизации, ну как можно рассматривать это как уклонение? Но это все равно, что сказать, что ребенка пятилетнего вывезли. И вот давайте его привлечем за уклонение от мобилизации. Но мы же не привлечем его, да, потому что он не подлежит мобилизации. Вот так и здесь сопровождающий мобилизации не подлежит. Соответственно, уголовной ответственности за уклонение от мобилизации здесь быть не может. Другой статьи, под которую попадало это действие, тоже нет. Поэтому на сегодняшний день, если люди возвращаются, те, которых сопровождали, а мужчина остается там, то никакой ответственности он за это не понесет. При этом, как мы понимаем, такая ответственность может появиться в дальнейшем. Но пока ее нет. И вот если появится в дальнейшем такая ответственность, и вы выедете, то есть сопровождающий выедет после того, как уже появился закон о ответственности, то в этом случае, да, будет вот та ответственность, о которой будет идти в законе. Но до того момента, до момента принятия закона, устанавливающего ответственность, если даже семья вот так решила, что один из семьи возвращается потом в Украину, то никакой ответственности сопровождающий нести не будет. Ну, как мы знаем с вами, что закон обратной силы не имеет. Друзья, если вы считаете данное видео полезным, то прошу поставить ему лайк, поделиться им в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Чтобы получать вовремя уведомления о новых видео, поставьте колокольчик. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока!